Вас приветствует канал Дары Вселенной. В этом ролике вы узнаете о редком-редком грибе. Этот гриб считают очень целебным, чуть ли не от всех болезней. Внесен в Красную книгу России. Гриб появляется очень рано весной. Иногда вокруг еще лежит снег, а на оттаившей земле вырастают грибочки. Встречается небольшими группами по 8-10 штук. Считается, что массовое появление плодовых тел этого гриба происходит очень редко. По разным данным, раз в 3 года и даже раз в 8-10 лет. Гриб похож на котелок с крышечкой, заполненной внутри прозрачной жидкостью светлого цвета. Считается, что он обладает лекарственными свойствами. Эта студенистая масса содержит 18 жирных кислот и аминокислоты. Глицин, цистин, валин, гистидин и лизин. Жидкость способна оказывать омолаживающий эффект на организм. Снимать нервное напряжение. Ее применяют как средство против ревматизма. Жидкая слизистая субстанция на вкус со слабым грибным запахом. На просторах сибирской тайги гриб является очень распространенным. Некоторые справочники указывают на то, что гриб несъедобный. Но там молодые грибы тушат вместе с картофелем. Получается специфическое, очень вкусное блюдо. Саркосомник. Как вы догадались, этот гриб саркосома шаровидная. Есть еще название земляное масло или ведьмин котелок. Еще его в России называют молодильным грибом. Спелая саркосома выглядит как кожистый бочонок. На ощупь он кажется бархатистым. Бочонки могут лопнуть и от жары, и от острой ветки, и от поддействия насекомых. Биогологи Томска начали выращивать саркому шаровидную, как сырье для натуральной косметики. По их словам, гриб содержит вещества, усиливающие регенерацию клеток кожи и обеспечивающий омолаживающий эффект за счет активизации выработки коллагена. Гриб может длительное время храниться в холодильнике в свежем виде. Этот гриб поистине загадочный и очень необычный. Ученые утверждают, что гриб несъедобный. Люди готовят из него съедобное блюдо. Но не будем торопиться, подождем доказанные научные факты. Уважаемые подписчики и гости канала, благодарим вас за просмотры, лайки, комментарии. Как вы думаете, этот гриб действительно полезный? На этом все. Всем здоровья. До встречи.